Число кандидатов на пост мэра Челябинска сократилось до 4-х человек. Конкурсная комиссия сегодня весь день проводила собеседование с претендентами, их было 16. Большинство кандидатов не смогли пройти испытания и выбывают из политической гонки. Итак, за кресло мэра продолжат борьбу временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, бывший в сети менеджер Трехгорного Николай Шиманович и юрист Никита Мирный. Это та категория людей, которые по результатам своих выступлений, по качеству выступлений, по качеству ответов набрали максимальное количество баллов. Единственный, кто отказался отвечать на вопросы конкурсной комиссии, это был Золотаревский Борис Михайлович. В связи с этим у него оказался самый низкий балл. У каждого кандидата было 20 минут на самопрезентацию. Также они представили свои программы развития Челябинска и ответили на вопросы комиссии. Требования градоначальнику серьезные. Оценка, во-первых, будет знания, законодательство, оценка навыков и умений управленческой деятельности, и программу, которая, у кого будет желание, из кандидатов представить. Впервые свою программу представил и временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. Я говорил об экологии, о дорогах, об образовании, о поддержке бизнеса. Это мои определенные тезисы, которые предусмотрены с текущей выборной системой. Ее полноценная программа, конечно, не назовешь. Она будет сформирована чуть попозже, с учетом мнения жителей, которое получилось с тех объездов, которые я делал. Его конкуренты на пост мэра также пришли с программами. У некоторых предложения рождались прямо по дороге в мэрию. Я ехал сюда на конкурс и, соответственно, в пробке. На маршрутке ехали? На автобусе. Вот, застрял в пробке. И поэтому предложил, ну, предложение о модернизации транспортной инфраструктуры. Для журналистов организовали трансляцию в пресс-центре. Но один из репортеров остался недоволен этим, вызвал полицию и заявил, что СМИ не пускают в кабинет, где проходит собеседование. И пожаловался на плохое качество трансляции. Я предложил устранить все нарушения, запустить хотя бы либо СМИ, либо разрешить поставить камеру. Отказываю. Звук на трансляции отрегулировали, конфликт на этом был исчерпан. Добавлю, что окончательное имя мэра озвучат 26 февраля, когда городские депутаты путем голосования решат, кто из четырех кандидатов достоин стать главой Челябинска.